Приветствую вас. У вас в тексте есть условно говоря две части. Первая часть она про то, где вы рассказываете про отношения свои с мужчиной. И в этой части вы раскрываете общий характер вашего взаимодействия. Я думаю, что удивительное дело, но вы описываете только то, что есть сейчас. Это неплохо, конечно же, но в то же время мне кажется, что вы игнорируете свой выбор. Свой выбор быть в этих отношениях, например. Свой выбор находиться в этих отношениях, например. И вот это очень важный момент, как мне кажется. Потому что если вы не замечаете своей активности, которая есть у вас, она у вас безусловно имеет. Ну, я имею ввиду, вот именно активность, именно выборы, ваши выборы, ваши решения, да? Вот. То ничего не получается. Вот вы пишите. Я часто боюсь говорить о своих желаниях и планах, боюсь осуждения. Почему вы боитесь осуждения? Потому что вы не знаете, какая вы. Вот. Потому что осуждения боитесь. Ну, вот вы не привыкли себя чувствовать. Не привыкли себя ощущать и проявлять. Не знаете, какая вы. А то другие люди. А то другие люди. А это, это, судя по всему, привыкли делать во взаимодействии с вами. Вот отсюда и возникает такой подобный перекос, как мне кажется. Да? Вот. Вот. Значит, что здесь нужно сделать? Работать с вашими чувствами. Учиться замечать себя. Дальше. Сейчас недоволен моим весом. Он и правда есть немного, но в пределах разумного. Знаете, вы здесь объясняете как будто бы эту историю. Что вес есть, но вот в пределах разумного. Ну, согласитесь, несколько странно. Кто определяет вот этот предел разумного? Кто? Ну, кто, кто определяет? Я думаю, что никто. Я думаю, что никто, никто не может определить. А предел разумного обратно немножко в другом. Комфортно легли вам. В таком вот состоянии. Комфортно ли вам в этом весе или нет? Если комфортно, то никаких проблем я не вижу здесь. Если комфортно. А вот если нет, то это уже, конечно, повод для того, чтобы поработать над собой. С одной стороны, возможно, принятие своего веса с другой стороны над земным, чтобы попытаться увидеть, какую функцию он выполняет. Ну, то есть, что он вам дает. Вот. Это может быть защита. Это может быть такое вот проявление обесценивания себя. Ну, то есть, когда вы себя не принимаете и стараетесь себя наказать. Вот. И, соответственно, личный вес, он для этого может вам использоваться с одной стороны. Вот. С другой стороны, это может быть нужно вам как броня. Броня для защиты от людей. От контактов с ними, от их каких-то нападок, может быть. На вас, в том числе. Вот. Это, ну, довольно серьезный момент, может быть. Вот. Так что здесь сразу вот в нескольких направлениях я бы предложил действовать. Дальше. Так. Из-за этого отсутствует физического контакта. Долгое время ощущение, что меня отвергнут. Дальше. Здесь есть страх быть отвергнут. Это, опять же, про недоверие в себе. Нету серьезностей глубоких категоров, которые есть, например, у меня с друзьями. А были изначально. Ну, вот, вы говорите про, допустим, вес свой. Вы говорите, что он был изначально. Ну, вес. А вы говорите, что нет душевных разговоров. Непонятно-понятно, были ли они душевные разговоры в смысле. Если были, это одно. И исчезли. Если не было, и вы их ждете, это другое. Так. Чист у себя маленький, он родитель, как будто. Ну, потому что, вот, вы неверенны в себе и находитесь во властью своих чувств, но не выражаете их. А, значит, он родитель, у которого всегда набрадут разрешения, хоть он младше немного. Это же самое ощущение, которое по умолчанию никаких добротцев не устраивает. Это, он правда не устраивает вам никаких допросов? Или устраивает все-таки? Потому что я вот этот момент как-то не понял. Честно говоря. А, вот, вот, вообще не понял этот момент. Поэтому давайте как-то вот немножко поподробнее, поподробнее, может быть, здесь. Ваши ощущения, омммм,... enemies. Ваши ощущения, омммм. Ешнил. Ваши ощущения, омм, Человек устраивает вам, ну, допрос, или нет, вот, там, как мне кажется, довольно важным. Дальше идём. Так, сейчас у меня сильная добра, наступить хоть в выпуск, побыть собой и сучить себя, но мне снова страшно. Я думаю, это бегство, думаю, что, я не думаю, что вам вот что-то даст. Вот, ну, прям вот так конкретно, не думаю, что вам что-то даст. Вот, я думаю, что вы убежите? Вот, ну, 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 вы можете убежать, конечно. Ага, ну, из этой ситуации. Ага, ну, это не решит проблем ваш. Вот, поэтому, как мне кажется, имеет смысл вам не убегать куда-то, а просто вот, преследовать свое, свое состояние, вот, и дальше уже смотреть, что вот, более подробно, на то, что происходит, ну, в вашей жизни, в частности. Вот. И с вами что происходит, в частности. Вот. Это важно. То, что вам страшно, это, в общем-то, на мой взгляд, реакция естественная. Так вот, ваша психика пытается бороться с непривычной моделью поведения, которая, ей кажется, ну, угрозой вам, да, как бы. Да. Вот. К сожалению. Вот. Вот. К, к сожалению, к сожалению, вот, к сожалению, вот тут вот такая штука, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, это так вот с точки зрения, ну, психологии, с точки зрения психотерапии, вот это так, ну, так это работает, как правило, такой аспект, вот. Вот так, в принципе, то, что мог бы вам сказать я сейчас. Вот, на этом всё, надеюсь, что мой ответ был вам полезен, хочу поселать вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь, чтобы вам найти путь, чтобы начать работу над собой. Удачи! Спасибо. 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 Спасибо.